Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами мужская компания, я ее ведущий Лозюк Алексей и за камерой Егоров Вячеслав. Да, сегодня я буду, вот, машу рукой, сегодня я могу, солнце светит, дождя нет? Сегодня у нас будет забродная рыбалка на озере. Будем ловить окуня на микроджиг. Да, Алексей пошел искать окуня, я сегодня буду комментировать. Ну, как Алексей сказал, мы сегодня в забродах ходим. Но и хочется добавить, что вот в такой ветер, это, наверное, единственный вариант, где мы можем половить рыбу. Мы сейчас находимся за косой и, как видите, на берегу березы, они нас с подветренной стороны на озере защищают от ветра. Да, потому что он с той стороны, там волна барашки. Да, там вот барашки. Мы стали на лодке выплывать сегодня. Да, на лодке выплыть практически невозможно в такую волну. А ловить рыбу хочется. Запрет у нас закончился в области. Да. Алексей сейчас отправляется на поиски окуня. Ну, тут у Алексея только и снаряжение сумка на плече. Да, сумка, приманки. Спиннинг, приманки, микроджиг, то есть силиконовая резина. Сколько ты джиг поставил? Три грамма. Три грамма. Чебарашка я поставил три грамма. Ага. Ну, ничего особенного. Такой шарнирный монтаж обычно. А ветер, посмотрите, верхушки как загибает. Метров за 10 точно дует. Да, поддувает. Это еще хорошо, что мы с подветренной стороны. Вот кусочек у нас такой. Нормальный окунь пойдет. Для тренировки. Дергаться отпустим? Да, конечно. Сегодня, да и вообще почти всегда, почти, скажу честно, мы рыбу отпускаем. Видите, Алексей заулыбался. Сейчас будем дальше пробовать. Да, берег длинный. Мест перспективных много. Вроде берет активно. Поклевка такая уверенная. Классическая джиговая проводка, Алексей. Оборот, два-три. Я ее поддергиваю? Поддергивание. Ступенчатая проводка. Экспериментирует. Ну, вот, пожалуйста. Есть контакт. Он такой бодренький. Да, активно сопротивляется окунь. Уже весело. Ну, едовый такой, хороший размер-то, я бы сказал. Ну, да. Да, конечно. Ну, все получается. Да, сейчас еще попробуем, будем экспериментировать с резиной. Можно потренироваться, получить удовольствие. Ну, Алексей нашел стайку окуня. Хороший. Вообще такой. Чуть-чуть его подержи. Вот так вот давай его подержим. Ну, нормальный окунь. Ему с нами повезло. Да. Надо менять приманку. Ага. Алексей решил поменять. Пока он меняет, а я расскажу, где он нашел. То есть, вот видите, там редкие камышики. И вот он там с краю, за ними, нашел стайку окуня хорошего. И сейчас несколько штук достали. И вот он сейчас будет экспериментировать. Такеда с солью. Ну, да, это другая упаковка, другая резина. Модель тоже самая, только цвет другой попробуем. Ага. Все, понятно. Ну, Алексей действует уже проверенными движениями. Особо торопиться не надо, но все-таки пока вот стайка не ушла. Потому что все равно окунь активный. Сейчас он двигается. Нашли стайку там. Активного сняли. Остальные могут просто уйти с этого места. Ну, я уже говорил, что берег длинный. Большой такой, перспективных мест много. Он здесь передвигается. Вода все равно начинает прогреваться. Ну, он идет тут. Да, он выходит к берегу кормиться. Малек тоже здесь считает. Да, и несмотря вот на то, что мы... Сколько сейчас? Время к обеду. Мы не с раннего утра. Окунь активен. Экспериментировать будем сегодня. Ну, да. Понимать, что ему надо, что ему интересно в данный момент. Ну, и снасти обкатывать. Ну, да, он уточку новую. Спиннинг. Спиннинг. Грейлинг. Это тот, который на форели у тебя был? Да, но мы обещали вам показать его по окуню. Вот сейчас обкатываем. Смотрим, как он будет по окуню работать. В принципе, еще ни одного схода не было. Да, хороший окунь-то, слушай. Это место мне начинает нравиться. Бодрый окунь. Ну, резинка эта суховала. По самое, не балуйся, да? Ну, берет как бы так хорошо. Да. Согнал. У меня там мелкий курчок. Неудобно цеплять. Ох. Да ладно. Да, он начался он уже, господи. С резинкой. С резинкой даже? Она ему сильно понравилась, он ее решил съесть. Да, да, да. Сейчас будем другой делать. Так. Ага. Алексей, я радуюсь, что наконец-то человеческая рыбалка. Что приехали достаточно быстро, мы нашли окуня. Да, и несмотря на то, что дует такой сильный ветер, вот в этом месте удалось найти хорошего окуня, его половить. Есть возможность поэкспериментировать, получить удовольствие. Да, все то же самое. Так, я отойду, чтобы Алексею не мешать под заброс. Только я проговорил о том, что у нас хорошая погода. Вот они, тучки. И нам под дождем еще осталось только половить. Вот так вот, воспользовались. Пока Алексей там, вот он уже капюшон надел. От ветра закрылся. Ну что, ветер-то не теплый. Я сейчас к нему подойду. Пойдем дальше искать окуня. Да, именно этим мы сегодня и занимаемся. Здесь что-то пока тихо. Да. Немножко нас спустимся. Еще одного товарища. Поймал Алексей. Что такое хорошее, да? Ну, впечатляет. Ну, впечатляет. Давайте отпустим его. Пусть дальше жирок нагуливает. Погода вообще портится. Ну да, перед дождем задувает. 5 грамм не хочет он жирать. Поставили 3 грамма вообще. Полегче груз. И сразу откликнулся. Окунь-то он текет весь еще. Нерест официально закончился, а вот окунь-то об этом не знал. Потому что погода. Погода, да. Сейчас мы его отпустим, а то он нас обрызгает. Давай. Пусть ждет, размножается. Всем врагам назло. Окунял. Ну да. Шуршит катушка у Алексея, изгибается спиннинг. Вот что делает 3 грамма. Да, достойный. Ну, вот он. Отлично. И тут такое началось. И тут такое началось. Я говорю, запоет. Ну. Давай. Продолжаем. Поправим. Приманочку. И вперед. Пух летит еще. Да. Кстати, о птичках. На плетеную леску садится пух. А потом образуются петли. Поэтому вот за леской надо следить. И это к тому, что мы уже успели петлю одну распутать. Бороду. О, поклевка. Ну, вот. Пожалуйста. О, даже фрикцион сработал. А так, чтобы не сходил. Тут палка, в принципе, отрабатывает. Вот и окунь. Да. Хороший экземпляр. Нормально окунишка такого удовольствия половить доставляет. Да, все нормально. Бодренький. Алексей, давай будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Мы, в принципе, рыбу нашли, поэкспериментировали. Единственное, хочу спросить, у тебя вот спиннинг, ты по окунь его тестировал, какие впечатления? Да, нормальный бюджетный спиннинг. За свои деньги, как можно, я говорю, повторюсь, кто не хочет тратить деньги, может взять его себе, как универсал. Так, чтобы в машине лежал, приехал, половить. Такая любительская палочка. Ну, то есть по окунь у него все вполне нормально отрабатывает. Давай еще раз покажем. И 5 грамм мы кидали. Это у нас и 3 кидает. Грейлинг. Кому уже надо дальше двигаться и в спорте, и развиваться, тот уже будет покупать себе, соответственно, дорогие палки. Это вполне бюджетный, такой универсальный. Ну, для начинающих вполне подойдет. Ну, да, кто, чтобы не сломать, не жалко будет. Ну, в принципе, как бы это. Нормально так. Собрано нормально. Палочки. Все хорошо. Ну, и вы видели, резина работает, окунь клюет, приманки подобрали. С вами был Егоров Вячеслав и Алексей Лозек. Здесь ловят рыбу.